Всем привет! Сегодня в выпуске обзор свежих лент в жанре ужасы. Топ получился разнообразным, в нем есть фильмы, о которых мало кто говорит и те, которые в первые дни своего проката уже успели навести немало шума. Я постараюсь коротко и быстро вести вас в курс дела, чтобы вам было проще выбрать, что же посмотреть вечером из новинок. А вас прошу поддержать это видео лайком и хорошим комментарием. Те зрители, кто заглянул к нам впервые, обязательно подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе новых фильмов, выходящих на наши экраны. Также переходите в телеграм-канал, там публикую интересные новости и рассказываю, какие проекты выйдут в ближайшее время. Ну а я не смею больше отнимать ваше время, присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сегодняшний список открывает «Призрачная станция» — хоррор от режиссера Чон Йонг Ги. Премьера в России состоится 31 августа, но фильмы уже можно найти к просмотру. По сюжету, девушка-репортер узнает от своей подруги о призраке ребенка на старой платформе станции метро Аксу. Любопытство берет верх и журналистка начинает свое собственное расследование. По мере продвижения в этом деле, она все больше узнает о странных и тревожных деталях. А в это же время происходит череда загадочных смертей. Девушка начинает понимать, что все эти события как-то связаны с проклятой заброшенной станцией. «Сомния. Дитя тьмы» — вьетнамский фильм ужасов от режиссера Ле Ван Киета. Премьера в России состоится 24 августа, но ленту также уже можно найти к просмотру. «Это был вовсе не сон». Сюжет. После смерти жены, главный герой сильно разбит и держится из последних сил. Он отец двух прекрасных дочерей, ради которых должен взять себя в руки. Мужчина решает вместе с девочками переехать в помесье, принадлежащее его семье, где он не появлялся долгое время. Надеясь, что это место поможет справиться с трагедией, он крупно ошибается. Внезапно дочери сталкиваются с кошмаром наяву, начиная страдать от сонного парлича. «Врата» Ирландский фильм в жанрах ужаса — триллер от режиссера Стефана Халла. Премьера была 27 июня этого года. Действие фильма происходит в 1890 году в городе Лондон. Серийного убийца у Уильяма Колкота приговаривают к смертной казни на электрическом стуле. И в своих последних словах он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится. Два исследователя паранормальных явлений берутся помешать духу заключенного сбежать из тюрьмы и открыть врата ада. «Птичий короб Барселона» — постапокалиптический фильм ужасов, который является сиквелом первой части. Главные роли сыграли Марио Кассос и Джорджина Кэмпбелл. Цифровой релиз состоялся 14 июля на платформе Netflix. Как мы уже помним из первой части, Земля атакована смертоносными существами, взглянув на которых, люди тут же заканчивают жизнь самоубийством. После этих событий мир в прямом смысле погрузился в хаос, а цивилизация человечества близка к вымиранию. Себастиан, это главный герой, в этом кошмаре потерял супругу, но ему удалось сохранить жизнь своей 11-летней дочери. И теперь они вместе пытаются выжить на улицах Барселоны. Дальше по списку Мег 2 Бездна. Фильм в жанрах ужаса и фантастика боевик с Джейсоном Стейтоном в главной роли. Является сиквелом фильма 2018 года Мег Монстр Глубины. Режиссером выступил Бен Уитли. На самом деле после выхода в прокат складывается неоднозначное мнение по этой ленте. К примеру, на томатос критики оценили ее всего в 28 баллов, что является совсем плохо, зато оценка аудитории составляет 72. А это уже достаточно хороший показатель. Так что тут, как говорится, пока сам не увидишь, не поймешь. Совсем коротко по сюжету. Водолаз-спасатель Джонас отправляется во впадину, где его поджидает очередная акула Мегалодон. Взять верх над таким сверххищником будет не только непросто, но и смертельно опасно. Обитатели. Фильм в жанрах ужаса триллер от режиссера Хамера Буена, который стал доступен 27 апреля. Итак, главный герой возвращался домой из бара и попал в аварию. И только спустя три месяца вышел из комы, не помня обстоятельства, как оказался на месте происшествия. А еще из головы испарились воспоминания о последних пяти годах жизни. Он начинает замечать косые взгляды своих соседей, которые почему-то его избегают. А однажды ночью и вовсе видит странные и пугающие вещи. Парень решает записаться к психологу, думая, что тот поможет во всем разобраться. Обители зла. Остров смерти. Проект в жанрах мультфильм ужас и боевик, действия которого разворачиваются во вселенной видеоигры Обители зла. Режиссер Эйтира Хасуми, а премьера была 21 июня этого года. В Сан-Франциско происходит вспышка зомби, а причину заражения никто не может установить. За дело берется специальный агент Крис Редфилд. Он сразу замечает, что всех жертв объединяет недавнее посещение острова Алькатрас. Идя по этому следу, Крис со своей командой отправляются на тот самый остров, где их поджидает настоящий кошмар. В паутине страха. Хоррор, премьера которого состоялось 19 июля этого года. Режиссер Сэмуэл Баддин. О роли исполнили Лиззи Каплан, Энтони Старр и Клеопатра Коумен. История расскажет о 8-летнем мальчике по имени Питер, который начинает слышать таинственный стук из стен своей комнаты. Родители заверяют его, что это всего лишь детское воображение, и волноваться попросту нет никакой причины. Но страх ребенка только усиливается, а вместе с ним и подозрение, что родители скрывают от него какую-то ужасную тайну. Дом-ловушка. Лента в жанрах ужас и триллер от Николаса Хемфриса. Премьера была 9 июня. Коротко по сюжету. Гранд Пирс – опытный полицейский со стажем. Перед ним новое опасное дело. Город, в котором он живет, буквально охватила эпидемия наркотиков. И если он будет медлить, все может закончиться катастрофой для местных жителей. Детектив решает проникнуть в нарколабораторию, которую управляет безумец. Но вот его план начинает давать сбой, когда он обнаруживает, что помещение оснащено множеством смертельных ловушек для незваных гостей. Тайна проклятой обители. Американский хоррор от Грега Притикина. Премьера в России будет 17 августа, но фильм уже можно найти к просмотру. Молодая семья Мэдди, Паркер воплощает в жизнь свою мечту и переезжает жить в старинный дом. Обживаясь на новом месте, они обнаруживают письма, написанные молодой женщиной еще в прошлом веке. Она не смогла пережить разрыв с бывшим владельцем дома и покончила с собой. С этого момента счастливая жизнь ребят превращается в ад. Паркера начинает преследовать невидимое зло, а Мэдди понимает, что нечто ужасное скрывается в ее собственном прошлом. Кукла. Реинкарнация зла. Премьера в мире была 6 апреля 2023 года. Сюжет этой ленты знакомит зрителя с молодой счастливой парой, которая сдает свое жилье в аренду. Вскоре супруги выясняют, что новые жильцы не просто живут в их доме, а проводят тайный ритуал с куклами. В древних писаниях сказано, что в этих, на первый взгляд, обычных куклах могут быть заключены души умерших. Теперь паре придется набраться смелости и выяснить, кого пытаются возродить и кто стоит за этим опасным обрядом. Вот мы и подошли к одной из самых нашумевших лент в жанре ужасов за последние пару недель. 2-3 Демон Приди. Этот хоррор уже собрал 26 миллионов долларов при бюджете всего в четыре с половиной. Режиссеры Дэнни и Майкл Филиппо. Они, кстати, всего спустя 11 дней после выхода фильма в прокат, совместно с А24 анонсировали его продолжение под названием «Talk to me». Стоит отметить, что критики и зрители новый хоррор встретили действительно впечатляющими оценками. В российский кинопрокат лента вышла вчера, а именно 10 августа. Так что, у кого есть время, похоже, нужно идти в кино. Ну а у кого нет такой возможности, я думаю, совсем скоро картина появится в цифре в хорошем качестве. 3-3 Итак, коротко по сюжету. Группа подростков решает развлечься и во время вечеринки устраивает спиритический сеанс. Девушка Мия пытается установить контакт с путтосторонней силой, которая преследует ее после смерти матери. Но общение с духом оборачивается для всех участников сеанса настоящим кошмаром. Подпишись, чтобы не пропускать новые хорошие подборки с фильмами, а также заходи в телеграм-канал, там публикуются новости, трейлеры предстоящих фильмов, в общем, только самое интересное, так что спама можешь не бояться. Ссылку оставил в описании. Ну а это видео подошло к концу, я с тобой прощаюсь и до скорой встречи.